В конце 19-го, начале 20-го века в этом здании на набережной, сейчас это улица Краснофлотская, 135, располагалась одна из лучших в городе гостиниц. Вначале она называлась Центральная, когда и как ее переименовали неизвестно, но уже с 1901 года ее называли Гостиница Россия. Здание построил благовещенский купец Анисим Егорович Лукьянов. Иногда гостиницу так и называли Лукьяновской. Построена она не позднее 1896 года. Добротное здание находилось на набережной Амура между улицей Мастерской и Американским переулком, рядом с пассажирской пристанью, что было очень удобно для приезжающих. Клиентам сдавалось 48 номеров разной комфортности и стоимости. Для расширения услуг в 1900 году во дворе была построена баня стоимостью 15 тысяч рублей. Она и сейчас находится там же. Фотография первого владельца гостиницы Анисима Егоровича Лукьянова не сохранилась. Известно, что он был малоканином из амурских крестьян и в то время уже владел кирпичным заводом, а также совместно с купцом Григорием Косицыным пароходом и в 90-х годах выполнял подряды на строительстве Забайкальской железной дороги. В 1900 году во время осады Благовещенской именно здесь находился один из участков обороны. Китайцы с Сахаляна обстреливали российский берег. Один снаряд попал в гостиницу Россия. Сделав небольшое углубление, повредил фасад. К счастью, никто из постояльцев не пострадал. После военного конфликта гостиницу восстановили и она опять принимала гостей. В Благовещенске есть гостиница Россия с номерами ценой от 50 копеек до 3 рублей в сутки. Прекрасно обставленная. По приезду в Благовещенск я остановился в центральной гостинице, которую содержит здешний домовладелец Лукьянов. Гостиница эта занимает четырехэтажное прекрасное здание на берегу Амура. Везде чистота и опрятность. Комнаты высокие и теплые. Во всем здании электрическое освещение. При гостинице буфет и бильярд. Цены умерены. Завтракал в ресторане гостиница Россия. Это одна из лучших гостиниц. Ресторан в подвальном этаже, но очень хорош. Превосходная отделка, обстановка, электрическое освещение. Цена порций обычного ресторанного меню от одного рубля до полутора рублей или даже до двух рублей. Пиво местное, мне дали скверное. Мясное удовлетворительное. Главное же достоинство ресторан – прохлада. Последним владельцем гостиницы в 1916 году становится Благовещенский предприниматель, золотопромышленник, политический деятель Александр Бродовиков. Вот об этой семье, семье Бродовикова, хочется сказать подробнее, потому что один из их потомков, человек с уникальной судьбой, приезжал в Благовещенск неоднократно. Профессор Брюссельского университета, доктор истории и философии, академик Жан Бланков. Более 60 раз побывал профессор в России. Потомок семьи Бродовиковых и внучатый племянник Александра Алексеевского, академик Королевской академии археологии, авторитетный историк русской истории и филологии, на землю своих предков приезжал в ноябре 2002 года по приглашению Амурского областного краеведческого музея. Поскольку он являлся родственником Алексеевского, приближалась дата, Алексеевский это городской голова, глава белогвардейского правительства в 1918 году, и приближалось 80-летие освобождения Дальнего Востока, и естественно нам хотелось получить фотографию Алексеевского, мы даже не знали год его смерти, не было известно ни историкам, ни ученым, и он нам, то есть он откликнулся и прислал фотографию, вот это самая первая фотография, которую прислал Жан Бланков Алексеевский, притом в подлинной фотографии. А вскоре мы от него получили подробное письмо, где он рассказывал, что у Бродовиковых было 11 детей, и, ну, кое-какие-то сведения, конечно, в архиве наши сотрудники находили, безусловно. И мы его пригласили на конференцию. Он вообще мечтал побывать в Благовещенске, потому что о Благовещенске он много слышал от своей бабушки Ольги Михайловны, она здесь училась в 4-й гимназии, а ее сестра Лидия, она была женой под Алексеевского Александра Николаевича. Так в истории перепрелись две ветви, две амурские семьи, Алексеевские и Бродовиковы. Потомки их, как и многих других купеческих родов, либо исчезли в годы революции и войн, либо рассеяны по всему свету. И Лида Алексеевская, и Ольга Бродовикова, и их мама Марфа Семеновна, все они оказались за границей еще до революции. Благодаря этому и выжила хотя бы часть семьи. И посылали детей туда учиться. И вот Ольга после окончания Томского, то есть родная бабушка Жанна Бланкова, она после Томского медицинского института, она поехала в Бельгию, и там она была первой женщиной-врачом в Бельгии. То есть вот такие интересные сведения. Я так понимаю, что они в Бельгии, как-то вот не приходилось спрашивать, но они в Бельгию постоянно ездили. Видимо, у них там все-таки был дом. И вот интересный такой факт, что когда его дед Михаил Семенович Бродовиков, он в 1906 году умер, был здесь в Гласном Думе городской, и его в общем-то в городе любили, называли его Добряком. И когда он умер, проект памятника заказывали именно в Бельгии, Брюсселе. Поэтому я так думаю, что это вот связано, все-таки что-то у них там было какое-то имение. А вот Александр Бродовиков уезжать наверняка не захотел. Он был в городе известным предпринимателем, владел приисками, был, как и его отец, гласным городской думы. А в 1917 году стал идейным вдохновителем и создателем политической партии «Союз амурских республиканцев». Издавал газету «Амурское эхо». И, конечно, по своим политическим убеждениям, не мог не участвовать в Гамовском мятеже 1918 года. Судьба последнего владельца гостиницы России оказалась очень трагичной. Александр Бродовиков после разгрома Гамовского мятежа бежал в Сахалян, затем в Харбин, где умер в 1924 году от возвратного ТИФа, оставив без средств к существованию жену и дочь. О судьбе этой ветви семьи Бродовиковых, как и многих других, нам больше ничего не известно. О здании гостиницы в 1923 году национализировали. Здесь находились различные учреждения, одно время даже родильный дом. Кстати, многие горожане родились именно здесь. Потом здесь были финансовые учреждения, проектный институт, ресторан. Теперь здесь находится один из банков. История дома продолжается. История дома продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова